Я вижу будущее безоблачное. Да, безусловно, конечно, уровень желтизны зашкаливает. Конечно, вот эти все абсолютно какие-то ложные домыслы, которые появляются там о жизни звезд, иногда там волосы дыбом встают, и заставить извиниться очень сложно, потому что не будешь же каждый раз ходить там в суд. Да, в интернете появляются очень популярные такие, тоже журналисты. Появляется новое издание, допустим, с огромным удовольствием читаю «Дилетант». Пусть популярно, но излагается все-таки история. Для себя я узнаю много нового, то, о чем я там не знал, то, что в книжках не читал, а в школе уже, может, и подзабыл немножко. Я не думаю, что все так очень страшно. И потом не забывайте, что все-таки мы переживаем период еще, скажем, восстановления. Мы еще должны переболеть какими-то разными болезнями, должны во всякой пене там окунуться. Пока это все успокоится, устаканится. Но я не вижу ничего такого, что такого страшного, сверхъестественного, чтобы сразу прям кричать «караул», что все плохо и ужасно. Есть огромное количество талантливых журналистов. Да, есть продажные журналисты, которые работают на интересы государства, на интересы олигархических структур. Есть те, которые за деньги пишут заказные статьи. Есть те, которые поливают грязью за деньги. Ну, это издержки. Свобода слова – это великая вещь, великое завоевание. Великая вещь. КАШИ ЗАЙ